Каждый человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба и около 35 тысяч булочек за всю свою жизнь. Пекарь является одной из самых древних профессий на Земле. Человечество научилось печь хлеб еще 5000 лет назад. Профессиональные же пекари, изготавливающие хлеб на продажу, появились в 12 веке до нашей эры. Эта профессия во все времена была очень почетной и востребованной. Сегодня в гостях у представителя вкусной профессии побывала наша съемочная группа. Елена Новикова плетет косичку для будущего пирога. От того, каким образом будут защиплены края, зависит качество мучного изделия. Впрочем, в этой профессии важен каждый этап приготовления. От сырья и раскладки по формам до запуска оборудования. С тестом нельзя, конечно, творить, потому что натворишь, нужно все по раскладке, по рецептуре. Тесто очень привередливое. Поэтому, если чуть больше сахара, оно будет плохо подниматься, забитое будет, не будет подъема, пышности не будет. А так вот, формочку какую-то изменить, еще чего, тут уже, конечно, творишь по настроению. Фантазии Елене Анатольевне повару с 30-летним стажем не занимать. Каждый день в ее руках рождаются новые шедевры пекарской скульптуры. Красиво. А это специально, чтобы как цветочек получился, да? Да, это у нас типа цветочка карамельный. Он потом тает. Карамелька вытекает разноцветная. Профессия пекарь, по словам Елены, интересная, но трудная. Почти целый день нужно проводить на ногах. Да еще в помещении, где температура зашкаливает. А еще в этой профессии нужно быть мобильным. А вы так быстро делаете все уже, как у вас на автомате? Да, у нас уже все на автомате. У нас по времени, потому что нужно быстро-быстро все. Поэтому уже навык такой, что нельзя тормозить. А сколько в день вы делаете изделий? Ну, около полторы тысячи где-то. В день полторы тысячи? Да, штук. Штук? Да, всякого разного. Вот 140 пиц сегодня маленьких, больших 15, пирогов 30 с чем-то штучек. Тоже с разными начинками. Клубника, малина, брусника, морожка. А еще с картошкой, с яблоком, творогом, шоколадом. Ассортимент мучных изделий, которые каждый день готовит Елена Анатольевна, впечатляет. Всего в столовом комплексе обедов выпекают 70 наименований изделий из теста. 50 из дрожжевого и 20 из слоеного. А чтобы пирог был такой сочный, наливной, его смазывают маслом. Но главное, говорит пекарь, любить свою работу. Вкладывать в нее душу. И тогда мучные изделия будут получаться вкусными и ароматными. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.